До конца этого года капитальный ремонт будет проведен в более чем 250 жилых домах. Пока работа идет по графику, но могут возникнуть проблемы с подрядчиками. Как реализуется республиканская программа, сегодня обсудили члены правительства. Другая тема еженедельной планерки – уборочные работы. Глава Чувашии поставил задачу максимально снизить потери. Обо всем подробнее Дмитрий Ковалев. В этом году в большинстве домов предстоит заменить коммуникации, кровлю и лифты. Кап-ремонт уже начался по пяти адресам. Проекты работ должны проходить госэкспертизу, но подрядчики к этому оказались не готовы. Наши проектные организации оказались к этому не совсем готовы. Но, скажем так, затянулись сроки согласования с государственной экспертизой. Не просто ведется и претензионная работа. Взыска на более трех миллионов рублей, но список должников не уменьшается. У нас порядка 37 тысяч должников еще остается. Соответственно, по ним будем работу проводить. Нужна претензионная исковая работа. А для этого нужны средства, для того, чтобы заплатить госпошлину, для того, чтобы получить справки из Росрестора. Это тоже миллион рублей. Не все нам удастся получить в ходе переговоров. Исковую работу также нужно вести. Но затягивать сроки ремонта недопустимо. Глава региона отметил, что работы должны быть завершены до начала отопительного сезона. Большую озабоченность вызывает и процессор культивации пехтулинской свалки. Выбрать подрядчика пока не удается. Две жалобы были. Значит, одна жалоба отклонена, а вторая жалоба частично удовлетворена. В городе вид на небо принципиально подходит к этим вопросам, которые необходимо указать в конкурс документации. Там простые такие замечания. И вот мы спотыкаемся уже третий раз. Вопрос сложный, но его надо решать. Это же не может месяцами длиться. Сезон уйдет. Зимой под снегом, чтобы эти грунт завозить, вы ничего не сможете завозить. Аграриям необходимо решать другие вопросы. В большинстве районов уборочные работы затягиваются. Из-за недостатка тепла зерновые культуры гниют на корню. Влага буквально размывает картофельные клубни. Для таких культур, как кукуруза, где нужно почти до 3000, сумма активных температур должна быть подсолнечник, 2200-2300, на таких культурах, конечно, просто не созреют. На низинных участках и площадях с высоким залеганием грунтовых вод наблюдается застой воды, что затруднит проведение уборочных работ. Поддержку аграриям окажут. В правительстве республики разработали поэтапный план по снижению масштабов ущерба. Финансирование расходов по господдержке в плановом режиме мы должны вести. Также рассмотреть, где возможно, реструктуризацию задолженностей по разным видам кредитов и так далее. Проводить мониторинг обеспеченности корма мест. Очевидно, что в этом году собрать большой урожай не получится, но это только полбеды. Могут вырасти цены на овощи и картофель. Конечно, овощная продукция не снизилась. По определенным направлениям, с ростом на 15%, по определенным видам продукции, это овощная продукция, прежде всего, на 50-60% дороже, чем в прошлом году. И бабушки, конечно, пенсионеры высказывают, малообеспеченные семьи, что это сильно бьет по карману. В муниципалитетах после уборки урожая должны заработать ярмарки выходного дня. Чтобы не допустить роста цен, овощи и картофель необходимо продавать без посредников, отметил глава региона Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев, Республика.